Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, шалом алейхам! У нас приближается дата, 10 число месяца Тишрей. Это день, когда по традиции считается, что Абрахам совершил то, что мы называем Акидат Ицхак. У меня есть этому посвященный урок связывания Ицхака. Вы можете об этом посмотреть. Сегодня этот день называется в еврейском языке Йом-Кипор. В русской Библии он переводится как Судный день. Хотя слово Судный здесь не очень правильное. Почему? Хотя этот день, безусловно, имеет отношение и к Суду Божьему. Но на самом деле Суды Божьи начинаются с Йома-Труа или Роша-Шана, праздник, который мы недавно праздновали, Еврейский Новый год, как его иногда называют, когда начинаются так называемые Дни Трепета. И вот в завершение этих Дней Трепета Йома-Кипурим, что это день, когда, по сути, выносится приговор, можно сказать так, сегодняшним языком. То есть это вроде бы суд, но в то же время, в принципе, это самый конец уже суда, когда уже все решение принято. В Талмуде, говоря о Йома-Кипуре, считается, что именно в этот день Бог принимает решение по дальнейшей судьбе человека в наступающем году. Именно поэтому сегодняшняя традиция в Израиле предлагает приветствовать друг друга со словами Хатима-Тава, что значит, если буквально переводить хорошие подписи, но в контексте нашего размышления хорошего решения. Я бы так перевел эти слова. И согласно традиции, что человек, который прошел через 10 дней трепетов с покаянием и молитвой, получает хорошее решение, хорошую подпись, то есть получает прощение. Интересно, что впервые, наши рабоним говорят, Йом-Кипур состоялся сразу после того, как еврейский народ совершил грех, поклонившись золотому тельцу. И раввины говорят так, что народ испытывал чувство вины за совершенный грех, именно поэтому понадобился некий механизм, который позволял бы это чувство вины снимать. Однако, мы должны помнить, что это имеет отношение не только к этому дню, а в принципе к прощению грехов. И поэтому нам нужно разобраться вот с самим этим словом, Копора, Кипур, Кипурим, это все однокоренные слова. Его довольно сложно перевести. Например, когда мы с вами читаем Левитов 4 глава 31 стих, здесь записано, «Весь жир этой жертвы следует отделить, как отделяют жир мирной жертвы, и пусть священник воскурит, сожжет его на жертвеннике, как благоухание, приятное Господу, так священник искупит грех этого человека, и тот будет прощен». То есть, текст подразумевает, что вот это действие Копора, здесь встречается на еврейском языке именно производное от этого слова, что Копора, это приносится за каждый грех отдельно. В этом обязательно должен участвовать священник, который может принести эту жертву пред Господом. В этом случае это переведено как искупление. Хотя, я уже говорил, у меня есть урок по поводу Геулы и Копоры, там можно увидеть, что есть разница между этими пониманиями, хотя они оба переводятся как искупление. Интересно, что Копорет, это тоже производное от этого же слова, так называлась крышка в ковчеге завета, на которую священник должен был брызгать кровью жертвы. Посмотрите мой урок на нашем канале loveisrael.org. Но, здесь скажу только главное, что если мы сравниваем Копора и Геула, что в принципе и то, и то переводится в русский язык как искупление, то Копора это нечто временное, а Геула это вечное и необратимое. Именно поэтому Йом-Кипур приходится совершать каждый год этот обряд. Тогда как Геула, это когда вот Геула решена, первая Геула, когда еврейский народ вышел из Египта, это разовое действие и оно необратимо. Никто же назад в Египет не вернулся. Ту Геулу, которую несет с собой Машеях в соответствии с священным писанием, она тоже имеет действие вечное. Вы, наверное, заметили, что я иногда говорю Йом-Кипур. Йом-Кипурим это потому, что, несмотря на то, что в Медрашах уже мы встречаем слово Кипур просто, но на страницах Туры он называется Кипурим. Это то же самое слово, только множественного числа. Интересно, кстати, что слово Геула не имеет множественного числа. Кипурим это покрытие множественных грехов. Если мы с вами читаем законы о жертве Йом-Кипур, то там прослеживается такая логика, что на протяжении года священник, принося жертвы за грехи Израиля, которые лично каждый за свой грех приносит, каждый согрешивший, он как бы носит на себе на протяжении всего года эти грехи. И только в Йом-Кипурим, когда он входит с жертвой двух козлов, тогда с первосвященника эти грехи снимаются перед его входом во святая святых. Сегодня, как вы знаете, нету храма, нету жертвы, нету священства. Сегодня в Йом-Кипурим принято читать слихот, это так называемые покаянные или извинительные молитвы. Совершается строжайший пост, очень много молятся. Такая традиция у Израиля сложилась еще в период Вавилонского плена, когда Израиль впервые остался без храма, и они понимали, что Йом-Кипур день очень важный, и надо что-то с этим обязательно делать. Интересно, что традиционно в этот день читается Сефир Иона, книга пророка Ионы. У меня, кстати, тоже есть по ней урок, вы можете его посмотреть вот на нашем канале loveisrael.org на YouTube. Почему? Потому что, по сути, в этой книге главная идея о том, что Бог любит прощать людей согрешивших. И вот с этой надеждой на прощение раскаившегося и живет Израиль в этот период Йом-Кипурим. Интересно, что нет ни одного письменного источника, который рассказывал бы о том, как праздновался Йом-Кипурим во время второго храма, или храма Ирода, как его часто называют. Некоторые видят причину этому в том, что в то время в храме уже не было Ковчег Завета. В Новом Завете мы тоже не находим прямого упоминания о Йом-Кипурим. Интересно, что мы находим практически на все основные праздники, что Ешо приходит в храм, мы видим, как он приходит туда даже на Хануку, хотя, в общем-то, на Хануку не нужно было приходить обязательно. Но хочу просто сказать, что несмотря на то, что об этом не упоминается, это не значит, что такого праздника не было, и что его не праздновали. Мы видим в книге «Деяния апостолов», что мессианские общины, веровавшие в Ешо, ученики Ешо, его последователи, Первая Церковь, как хотите их называйте, продолжали праздновать очень многие еврейские праздники и совершать различные действия, предписываемые законом. В 27 главе «Деяния» в 9 стихе упоминается осенний пост и праздник, единственный библейский пост и праздник, осенью, вообще в течение года обязательный, это был праздник и пост Йома-Кипурим, что показывает, в свою очередь, что люди знали о том, что этот праздник был, и совершали его, ибо он здесь упоминается. Конечно, для нас, как для людей, верующих в Ешо, очень важен вопрос, а как мы должны относиться к этому празднику. Я хочу напомнить, что мессианские евреи, или евреи, верующие в Ешо, христианин из еврейского народа, это человек, который является по-прежнему евреем, и никто не снимал с него обязанности быть светом для своего народа. Именно поэтому мы приняли для себя, что мы вместе со всем Израилем совершаем в этот день пост, совершаем молитвы, беря на себя как бы часть участи еврейского народа, сопереживая ему, желая соучаствовать в этом, дабы иметь возможность нести им спасительную надежду, которая есть у нас благодаря вере в Ешо. Ешо о Машеях это наш Гоэль. Гоэль это еще одно производное слово Геуля, что значит искупитель. Он принес нам эту самую Геулу, он принес нам это искупление. Но это не значит, что мы не нуждаемся в Капуре, не нуждаемся в Кипурим, не нуждаемся в покрытиях. Подобно как древний Израиль, мы нуждаемся от избавления чувства вины, и для этого и нужна Капура, для этого и нужен наш ежегодный этот тур, молитв с лихот, покаяния, для того, чтобы Бог помог нам пройти через это. В первом послании Тимофея, вторая глава, пятый, шестой стих написано так. «Ибо Бог один, и есть лишь один посредник между Богом и человеком, Мессия и Шоа, который сам, будучи человеком, отдал себя в качестве выкупа за всех и таким образом в нужное время засвидетельствовал о Божьем замысле». Только Гоэль, только искупитель мог принести то, что принес нам Господь. Он по-настоящему снимает с нас тяжкий груз, груз греха. И несмотря на то, что Иерусалимский храм разрушен, Он дает нам возможность, будучи предстоятелем за нас в небесном храме, дает возможность по-настоящему получить искупление, получить прощение. Но мы должны помнить, что для того, чтобы грехи наши были прощены и искуплены, мы должны попросить за них прощения пред Богом. В заключении скажу вот что. Как вы, возможно, знаете, после праздника Йома Кипурима в скором времени придет праздник, который называется Суккот или праздник постановления Кущей. Праздник Суккот – это один из важнейших символов Царствия Божия. Я не буду сейчас в это углубляться. Почему? Потому что у меня будет урок, посвященный Суккот. Вы сможете его посмотреть и увидеть все параллели, которые с Царством Божиим в нем есть. Но вот что интересно. Мы должны понимать, что празднику Суккот, празднику символу Царствия Божия предшествуют дни трепета и покаяния, предшествуют дни суда. Празднику Суккот предшествует день прощения. Почему? Потому что в Царствие Божие человек может попасть только в том случае, если он пройдет через суд и будет на нем прощен благодаря тому, что принял жертву Машеиха. И тогда перед ним открываются двери Царствия Божия. Ну а подробнее об этом мы с вами поговорим, когда и будем изучать события, связанные с праздником постановления Кущей Суккот. Да благословит вас Господь! Гмархатиматова! Во имя еще Машеих. Амэн. Продолжение следует...